Микс-ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. Здравствуйте, господин Зуев. Здравствуйте, господин. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также к нам из-за рубежа, код Латвии плюс 371 и пишите ватсап 2306191. Ну, когда это распространение коронавируса еще не было названо пандемией Всемирной организации здравоохранения, вы, когда мы общались, тогда сказали, что все будет гораздо хуже и дальше будет только хуже. Как вы оцениваете ситуацию сегодня, когда вирус уже бушует в Европе, да и, наверное, в каждой стране? Ну, вы уже почти ответили на свой вопрос. Чего же тут хорошего, когда вирус бушует на всех континентах? А, значит, свободными оказались только пингвины в Антарктиде. На ваш взгляд, все-таки, насколько адекватные меры сейчас предпринимает и принимает человечество, учитывая, что, ну, для последних десятилетий это беспрецедентная история, то, что сейчас закрываются целые страны на карантине? Ну, вы знаете, оценить нужно по-государственно, потому что общая оценка, ну, здесь неуместна совершенно, потому что в разных странах ситуация глубоко различная. Там, где в первые же дни были приняты достаточно серьезные меры, там ситуация достаточно все-таки приличная, так скажем. Понимаете? Например, скажем, это в России было. Ну, у нас сразу, в первые же дни, как только в Китае наш сосед, как только стало известно об этом новом заболевании, на всех кордонах были выставлены сразу посты санитарно-эпидемиологической службы. И там, где, значит, и в аэропортах, и в морских портах, и на пунктах перехода людей, и на пунктах переезда транспорта. Поэтому у нас, ну, что у нас было? Помните, у нас было два китайца, потом еще кто-то. У нас все были завозные случаи. Кстати сказать, эти меры только усилились и укреплялись. Поэтому сегодня у нас, несмотря на то, что у нас уже, ну, значительное количество увеличений, это в основном те, опять же, все завозные случаи. И у нас не прекратится увеличение, пока мы перевозим из-за рубежа наших горе-туристов. Почему я их называю горе-туристами? Потому что ведь эти люди уехали за рубеж не полгода назад. Понимаете? Они уехали в разгар эпидемии. Когда еще не называли ее пандемией, но она была уже достаточно серьезной, чтобы понимать, что она серьезная. Их предупреждали, что этого не следует делать. Нет, они все-таки уехали. Ну, мы не можем же их бросить-то. А теперь они, после того, как их выгнали из всех гостиниц, как их не пускают в аэропорты, когда они болтались неизвестно где, когда неизвестно, с кем они там терлись, перетирались, понимаете, мы были вынуждены их привезти. И, конечно, у нас не будет снижения, пока мы не прекратим, не закончим этот вывоз наших туристов. Что касается местной циркуляции вируса, потому что в Латвии уже эпидемиологи не могут определить связь между новыми случаями заболевания и людьми, которые приехали и привезли, то есть импортировали вирус. То есть в России еще пока такие случаи не зафиксированы, да, насколько мы знаем? Я немножко не понял, простите вас. В Латвии не могут определить, люди привезли... Ну, то, что называют локальной циркуляцией или трансмиссией. Вирус выходит на улицы и уже нельзя отследить, где именно заразился. Подожди, а почему вы решили, что он выходит на улицы? Ну, я так понимаю, заболевшего же опрашивают, наверное. Да, но он не контактировал ни с кем из тех, кто вернулся из стран, зараженных коронавирусом. Ну да, соответственно, это уже местная циркуляция. Местная циркуляция. Это абсолютно ни о чем не говорится. Потому что, я не знаю, наверное, внимательные люди обратили внимание, что у нас рекомендуется. Нас просят всех чаще мыть руки, протирать чуть ли не рулевое колесо собственного автомобиля. Понимаете, не говоря уже, так сказать, о местах, где скопление людей все-таки побольше. Протирать там всякие поручни в метро, протирать поручни в автобусах, в троллейбусах. О чем это говорит? О том, что не важно, что человек ниоткуда не приехал, но он имеет возможность заразиться вот таким вот образом. Понимаете? Контактным образом. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте вопросы. Виктор Зуев, вирусолог у нас на прямой связи. И вот некоторые наши слушатели, мы каждый вечер ведем хроники нашей изоляции, поскольку у нас закрыты внешние границы в Латвии. Говорим с нашими слушателями о том, как они переживают карантин. И вот вчера, в частности, один из наших слушателей задал такой вопрос. Может ли неприятный запах воды из крана свидетельствовать о том, что там есть какие-то вирусы или бактерии? Неприятный запах воды свидетельствует о том, что вода грязная. Так, ну а наличие бактерий это каким-то образом подразумевает? Здесь мудрство быть лукаво, понимаете? А нужно принять все меры к тому, чтобы это ликвидировать. Потому что это безобразие. То есть коронавирус не может быть в воде, задавая прям самым примитивным образом вопрос? Где угодно, понимаете? Вот нигде угодно, все зависит от того, что случилось у истоков этой воды, что случилось. Понимаете? Да, Сван. Это не наша с вами забота. Это забота, значит, специалистов по воде. Это забота работников жилищно-коммунального хозяйства. Да, Ксмин, Зуев, попросим вас чуть-чуть поближе быть к микрофону, чтобы мы более отчетливо слышали то, что вы говорите, если это... Могу повторить. Так лучше? Да, 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 так отлично. Ну, замечательно. Значит, когда у вас в кране грязная вода, вам надо звонить. Не нужно, так сказать, здесь философствовать долго, а надо позвонить в жилищно-коммунальное хозяйство, понимаете, и сообщить об этом, чтобы они предприняли все меры. А какие меры, это уже их забота, понимаете? Ну, хорошо, я, так сказать, не только вирусолог, я еще понимаю немножко вот в этих вот санитарно-гигиенических делах, понимаете, надо взять, есть службы, которые следят за чистотой воды в городе. Понимаете? Тем более, речь идет, наверное, о Риге, я так понимаю, да? Да, да. Ну, слава богу, это же, понимаете, не деревня, не село. Это, слава богу, большой столичный европейский город. Там должны быть службы, которые строго следят за качеством воды. Постоянно, постоянно должны следить. Вот и все. Так решается эта проблема. А рассуждать о том, может ли там быть вирус, не может. Да все, что угодно может быть, если вода грязная. А еще был один вопрос, заданный нашими радиослушателями, о том, могут ли животные быть переносчиками коронавируса, опасного для людей, именно того, как COVID-19. Ну, насколько мы знаем, такой информации нет. Вы знаете, по поводу коронавируса, вот тот, который сейчас, так сказать, на острие атаки, что называется, еще много неясного, понимаете? Много неясного. Я допускаю, что он может поражать и животных. Я это допускаю. Понимаете? Почему? Потому что нам известно, что коронавирусов всего их 8 видов. Из них видов поражают человека. Остальные поражают, трудно сказать, кого они поражают. Они поражают кошек, собак, свиней, лошадей, верблюдов. Понимаете? То есть, Бог знает, кого еще. Поэтому даже сейчас есть такое предположение, что вот в этом коронавирусе, который сейчас обсуждаем, что он является, так сказать, результатом создания генома не только, значит, человеческого, но и с участием, там, скажем, предполагали, змеи, участием летучей мыши и так далее. Что касается... Да. Это все дело будущего. Конечно, все будет подробно расшифровано. Понимаете? Сейчас об этом говорить еще раз. Три задачи чисто утилитарные. Понимаете? Да, примем звонок. У нас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Янис, меня зовут. Да, Янис. У меня на коротких два вопроса. Вот врач мне ответил, что не помогут наш латвийский. Вот иммуностимуляторы. Это же бьет по иммунной системе, как я понимаю, вирус. Насколько ты его перенесешь. А иммуностимуляторы какие-то, они могут? Помочь в этом деле. И второй вопрос. Можно ли эту болезнь, ну вообще, я самой, если заразился коронавирусом, пройти у человека, она в принципе там без симптомов. Или какие-то легкие симптомы. Это простая там головная боль, но немножко боль в горле и незаметная температура. И человек с крепкой иммунной системой даже этого не заметит, но он будет как бы больным. Спасибо. Да, спасибо. Отвечаю. Значит, на первый вопрос ваш. Иммунная система, конечно, определяет, заболевает человек или не заболевает. Это абсолютно правильно. Поэтому, конечно, лучше иметь, так сказать, хороший уровень иммунитета, нежели, чем плохой. Значит, каким образом можно поднять уровень иммунитета? Да, вы совершенно правы. Есть такие, значит, вещества, называются иммуномодуляторы. То есть, среди них, значит, есть средства, которые могут понизить искусственные иммунитеты. Это иногда очень полезно. Это очень полезно в тех случаях, когда, значит, речь идет о пересадке органов. Для того, чтобы ваш организм не отторгал чужеродные органы, для этого иммунитет должен быть несколько снижен. Но вот речь, если идет о данном случае, о, значит, вот инфекционном заболевании, да, конечно, иммуномодуляторы есть такие. Но дело все в том, понимаете, что лучшим иммуномодулятором является все-таки не таблетка или капсул какая-то, а рациональное питание. Это овощи, фрукты, значит, очень неплохо. Ну, я, например, про себя скажу. Я ежедневно за обедом съедаю обязательно один или два, значит, кусочка таких чеснока. Обязательно. И вам советую. Это очень полезно. Понимаете? Короче говоря, все, что вы будете вводить в себя, так сказать, с естественными витаминами и полезными веществами, это будет значительно эффективнее, нежели использовать вот лекарственные какие-то препараты. Это не только мое глубокое убеждение, такова точка зрения диетологов, достаточно уважаемых. Да, господин Зоев, может, вы меня поправите? Насколько мне известно, может быть, это не так, конечно, вы, наверное, знаете лучше, эффективность иммуномодулятора не доказана сейчас. То есть тех самых иммуномодуляторов, которые продаются в аптеках. Я для этого и говорил так, достаточно мягко и дипломатично, так сказать, желая, значит, заинтересованному лицу, понимаете, чтобы он все-таки обратил особое внимание на рациональное питание. Теперь второй вопрос. Да, второй вопрос нашего слушателя. Да, отвечаю на него. Значит, имейте в виду, это общий закон. Вирус, он один, а формы инфекции он может вызвать самые разнообразные. Значит, то, что мы сейчас обсуждаем, это острая вирусная инфекция или попросту болезнь. Но для вируса характерна и наиболее впредь распространена скрытая форма инфекционного процесса. Почему? Потому что это обоюдно выгодная ситуация. В этом случае это выгодно нам с вами, потому что если вирус находится у нас в организме и не вызывает заболевания, он у нас формирует так называемый нестерильный иммунитет. Что от вас хотят, когда вам делают прививку? Вам хотят привить маленькую болезнечку. Вам вводят в организм измененный возбудитель. Он может быть ослаблен, он может быть как-то приформирован, понимаете? Но вам вводят ослабленный возбудитель с тем, чтобы началась выработка антител и чтобы при вашем заражении... Это гарантирует заражение. Но даже при заражении у вас не разовьется заболевание. Значит, это обоюдно выгодная ситуация. Французы с их образом, так сказать, мышлением, они назвали даже скрытую вирусную инфекцию джентльменским соглашением. Значит, выгода, которая для организма, я только что вам рассказал, выгодно ли это вирусу? Безусловно. Скрытая вирусная инфекция позволяет сохраняться вирусу как виду. Потому что если вирус вызывает смертельное заболевание, он рубит сук, на котором он сидит. Так вот, я хочу подчеркнуть, что скрытая форма инфекции – это закон. А вот то, что мы сейчас имеем с вами, болезнь, это исключение из правил. И больше того, конечно, сейчас очень важно, очень важно выяснить, но до этого еще не дошли руки, что называется. Какое количество скрытой инфекции формирует вот этот коронавирус? При этом, при скрытой инфекции важно, какое количество скрытой инфицированных являются вирусовыделителями, а которых нет, понимаете? Потому что если при скрытой инфекции человек выделяет инфекционный вирус, это самая опасная ситуация, потому что она неконтролируема. Я понятно, ответственный? Да, если говорить об иммунитете от коронавируса, понятно, что еще ведутся по этому поводу, в том числе исследования, но, насколько известно, есть и повторные случаи заражения коронавирусом. Говорит ли это о том, что иммунитет от него не вырабатывается? Нет. Говорит. Это может говорить о том, что, понимаете, мы все люди разные. Популяция гетерогена, как что называется. Этот закон работает на любом уровне. Это характерно для бактерий, это характерно для вирусов, это характерно для людей, для слонов. Понимаете? Мы все разные. Мы все разные не только внешне, мы еще более глубоко различаемся внутренне. Поэтому, если заболевает человек, у которого иммунитет недостаточный, то он не отреагировал выработкой антител. И он готов заразиться и заболеть снова. Вот и все. Это не обязательно что-то может быть другое. Вот это наиболее... Причем, не забывайте, сейчас у нас ведь какая болезнь века? Какая? Какая? Мы же знаем, что иммунитет, значит, во-первых, аллергия, а во-вторых, так сказать, сниженный иммунитет из-за того, что у нас довольно сложная экология. Правда? Мы дышим с вами загазованным воздухом, с вами кушаем иногда не очень хорошего качества продукты. Это все не проходит даром и для уровня иммунитета в том числе. У нас звонок еще радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Лариса. Вы знаете, непонятно, вот Китай, говорят, это или змеи, или летучие мыши. Но ведь китайцы-то и змеи, и летучих мышей веками ели. Почему вдруг от них сейчас этот вирус перешел, причем в таком сильном качестве? Вот это непонятно, где он раньше-то был? Почему вдруг только сейчас? Спасибо. Да, спасибо. Где же был раньше? Какая штука? Значит, действительно, то, что вы говорите, это правильно. Значит, только вы не учитываете другого, понимаете? За все в этой жизни приходится платить. В том числе нам стоит платить за те радости цивилизации, которые мы от нее получаем. Мы стали ездить дальше. Мы стали ездить в места, которые раньше мы даже и не представляли себе. Если кто-то из ваших друзей, скажем, уехал куда-нибудь на Бали, ну, еще удивительно в этом, нет, очень хорошо, как там на Бали. Хорошо, я, наверное, тоже туда съезжу. Понимаете? Мы раньше ездили куда во время отпуска? На Дальку. Ну, ладно, мы могли, допустим, ехать на Черное море, понимаете? Значит, теперь мы можем ехать фактически куда угодно. Значит, это представляет собой ведь не только поездка на отдых и развлечение. Это есть, по существу, перевешивание человеческих масс между собой. А мы привозим с вами туда и получаем там, оттуда, тот микробиологический багаж, которым мы богаты. Значит, надо помнить, что мы с вами вирусологически не стерильны. Не стерильны, далеко. Но, значит, мало этого, у нас имеется место не только перемещения людей, у нас имеет место перемещения животных. Ведь, скажем, если вдруг вам сообщили, что вот вчера страна закупила каких-то замечательных аргентинских коров, ну, очень там мясных или очень молочных, мы порадуемся, все прекрасно, замечательно. Понимаете? Значит, то, что происходит в Китае, в Китае увеличивается народонаселение. В Китай приезжают новые люди. Я был поражен количеством россиян, которые работают в Китае, учатся в Китае. Понимаете? Я уже не говорю о колоссальных количествах туристов, которые приезжают оттуда сюда и наоборот. Все это перемешивание не проходит так. Понимаете? Поэтому очень может быть, что съел летучую мышь китаец, у которого не был достаточно высокий уровень иммунитета. Китайцы ведь тоже разница и по иммунитету, и по всему, так сказать, другому. Понимаете? Поэтому один съел, но ничего с ним не получилось, не случилось, а этот съел, и он заболел. Скажу вам больше того. Летучие мыши – удивительное совершенно существо. Они нафаршированы вирусом. Скажу вам совершенно удивительную вещь, может, для вас. Летучие мыши являются носителями колоссального образия, в том числе вируса бешенства. Укус таких летучих мышей для человека необыкновенно опасен. Он вызывает развитие бешенства, которое, вы знаете, не лечится и является смертельным заболеванием. Такой случай был в свое время описан в Польше даже. Куда дальше ходить? У нас звонки. Звоните. 6212-1939 и 6213-1939. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мы говорим иммунитет, иммунитет. Иммунитет – это восприимчивость человеку к каким-то там инфекциям, бактериям и так далее. А как его определить? Вот я могу сейчас пойти в какое-то учреждение и мне скажут, вот у вас хороший иммунитет, или скажут, он плохой. Спасибо большое. Да, спасибо вам за вопрос, как определить иммунитет. Иммунитет – это степень невосприимчивости человека. Высокий иммунитет – вы очень хорошо вооружены, что называется. Низкий иммунитет – неважно. Значит, что касается вашего практического вопроса. Конечно, вы можете пойти в соответствующее учреждение. Я уверен, что в Латвии они местно были. Да. И определят ваш иммунный статус. То есть можно сдать анализ, определяющий иммунный статус. Иммунный статус ваш. Может ли этот вирус, можно ли говорить о том, что коронавирус может соседствовать с другими вирусами в организме человека? Ну так если человек заражается коронавирусом, у него в организме уже коронавирус соседствует с другими вирусами. Вот я вижу ваши замечательные лица, дорогие коллеги. Я вижу, что вы, в общем, вам не по 15 лет. Вы взрослые люди. Я хочу вас спросить. Вы переболели или перебивались против кори? Наверное, в детстве. В детстве, да. Видите, я человек старый, мне 91 год, поэтому я еще до войны переболел корью. Мы с вами имеем гарантию, даже заразившись, не заболеть корью. У нас с вами пожизненный иммунитет. Почему? Не почему-нибудь другому. А потому, что после введения вакцинального вируса, а я получил, значит, вот такой дикий вирус, значит, этот вирус никуда у нас из организма не уходит. Он сохраняется у нас в лимфатических узлах. Это было доказано в двух американских лабораториях. Кстати сказать, возглавляемых и та, и другая женщинами. Ну, это так просто, по приятности одному из нас. Значит, они доказали, что они выделили у мужчин, взрослых мужчин, внешне здоровых, попавших в автомобильную, погибших в автомобильной катастрофе, значит, из лимфатических условий брюшины инфекционный вирус кори. Вот это было прямое доказательство тому. А почему тогда, например, необходимо через определенное количество времени возобновлять вакцину от клещевого энцефалита? Потому что она делается в несколько этапов, а через 7 лет, если я не ошибаюсь, снова нужно ее повторять. То есть, получается, что меняется что-то? Правильно, получается, что разные возбудители, попадая в организм, значит, или разные вакцины разных возбудителей, они оставляют после себя различные напряженности и продолжительности иммунитета. Вот вам пример. Значит, вы хороший пример привели с вакцины против клещевого энцефалита. Я вам приведу еще более знакомый нам пример вакцины против гриппа. Ежегодно. Мы знаем, да, ежегодно. Я вам расскажу про себя. В течение 40 лет я работал с вирусом гриппа. Я никогда, конечно, не прививался, потому что мы были с ним в обнимке. Вся моя лаборатория. Теперь уже давно я этим не занимаюсь. Каждый сентябрь месяц я иду в поликлинику, благо она располагается у меня во дворе, и делаю прививку против гриппа, потому что иммунитет непрочный, недолговечный. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Доктор медицинских наук и вирусолог Виктор Зуев был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всего наилучшего, успеха и здоровья. До свидания.